Участок второго кольца метро от Рубцовской до Авиамоторной будет построен к концу 2018 года. Новая линия должна разгрызить действующую Калининско-Солнцевскую ветку. Ну а на севере Москвы второе кольцо пройдет через станцию Нижняя Масловка. Ее строят на площади Савеловского вокзала, который вскоре превратится в современный транспортно-пересадочный узел. Как идут работы, увидела Жанна Карпенко. Площадь Савеловского вокзала сейчас это огромная стройплощадка. Здесь возводят станцию метро Нижняя Масловка третьего пересадочного контура. Этот узел объединит электрички, прибывающие на вокзал, наземный транспорт и метро. Пока здесь кругом знаки объезда. Терпеть москвичам осталось недолго. Это становится понятно, когда спускаешься под землю на глубину 67 метров. Здесь будет пешеходный коридор. Сейчас строители его заканчивают. Причем работы ведут вручную. Весь наклонный ход, а это 97 метров, пройден отбойными молотками. По этому самому коридору горожане будут попадать внутрь в вестибюль станции, прямо с площади Савеловского вокзала. Проходная способность у нее будет в час пик составлять 29 тысяч человек. Сама она подразумевает два выхода в город. Ну и соответственно один выход будет, не выход, а пересадка на станцию Савеловская. Сейчас строители раскрывают проходы. Через них пассажиры из вагонов будут попадать на платформу. 40% проемов уже готовы. На один проем у нас уходит две недели. Снимают болты, то есть болтят. После того здесь убирается порода, и все, проем уже будет готов. Улица Авиамоторная. Еще один участок строительства второго кольца метро. Раньше здесь был Лефортовский рынок. Теперь появится сразу несколько новых, современных объектов. Станция метро. С нее можно будет пересесть на желтую ветку. Торговый комплекс, сами торговые ряды и 15 этажей апартаментов. Мы запланировали порядка 10 тысяч метров внутри. То есть это будет такой современный рынок, но внутри здания. То есть это ключевая особенность данного ТПО Авиамоторной. Переход на Калининско-Солнцевскую линию запланирован в центре зала. По периметру установят колонны. В час пик Авиамоторная сможет принять до 25 тысяч пассажиров. Мы фактически весь этот участок освоили. Мы его рассчитываем запустить к концу 2018 года. Работы идут по графику. Чтобы успеть все в срок, работают круглосуточно почти 4 тысячи человек. На старте строительства перед ними стояли нестандартные задачи. Перенос всех коммуникаций. Раньше на этом участке находилась торговая электроподстанция. Ее определили в другое место. Станция, где мы сейчас находимся, авиамоторная, она имеет очень сложную конфигурацию. Огромное количество сетей инженерных, которых мы фактически год выносили. Имеет сложный переход через железную дорогу. Появление новых станций, их планируют построить аж 31, позволит горожанам пересаживаться, не заезжая в центр. Соединит между собой периферии, плюс разгрузит переполненные в часы пик станции в пределах кольца. Что в свою очередь позволит избежать давки, а москвичам сэкономить до получаса времени.